Воскресный Закон И мы увидели определенную библейскую концепцию, подтвержденную в духе пророчества относительно того, что Господь говорит об этой удивительной вихе, что в это время начнется следственный суд над живыми и какие дальнейшие события будут происходить. И мы посмотрели это через призму реального исторического контекста. И сегодня в продолжении этой темы, в следующих частях этого семинара мы увидим или с Божьей помощью постараемся увидеть или сопоставить то, что происходит сегодня в наши дни. Потому что, к сожалению, сегодня в нашей повседневной жизни, в суете, нам очень тяжело увидеть, сконцентрироваться и сопоставить те события, которые реально происходят. Но прежде чем мы двигаемся дальше, мы очень нуждаемся в водительстве Духа Святого, в том, чтобы Господь нас посредством Духа Святого направил и показал те детали, которые мы должны сегодня увидеть, понять, уразуметь, и чтобы целая картина стала нашим разумом и сердце. И чтобы эта картина привела нас ко Христу, потому что только в Нем есть спасение. Я приглашаю каждого к молитве. Дорогой Господь, мы так благодарны Тебе, что мы не во тьме, что Ты, Господь, освящаешь путь каждого желающего вникать, и что сегодня Господь Ты подарил нам удивительный дар пророчества, который освящает нам путь во тьме. И мы хорошо делаем, что мы обращаемся к Нему, как к светильнику, светящему в темное время, доколе начнет растать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, Господи. Мы так нуждаемся в этом. И мы хотим, чтобы сегодня Ты направил наше исследование, чтобы мы могли сопоставить то, что Ты показал в слове Твоем Духе пророчества, те принципы с тем, что происходит сегодня, чтобы мы могли уразуметь, насколько мы близки или нет к этим событиям, крайне важным для каждого из нас. Приготовь наш разум, сердце, приготовь, Господи, нашу жизнь к тому, чтобы покориться Твоей воле и следовать только за Тобой. Мы верим, что услышаны Тобой, ибо просили Тебя во имя драгоценного, во имя Иисуса. Аминь. Итак, друзья, очень важный момент или аспект. Мы немножко подчеркнем несколько важных деталей, прежде чем мы пойдем дальше, потому что на самом деле пророчества нас не спасают. Спасение только в Иисусе Христе. Но действительно пророчество – это механизм, который задумал Господь для того, чтобы мы имели два особых действия, два аспекта. И первое, Иисус нам сказал в Матфея 18.3, что мы должны быть как дети. И если вы посмотрите, как дети реагируют, когда они видят какую-то опасность, какие-то обстоятельства, они никуда не бегут, кроме одного направления. Это к своему родителю и прижимаются как можно ближе и плотнее, и тогда чувствуют безопасность. И вот так же и мы сегодня, как дети Небесного Царя, видя, что происходит, видя, что у нас осталось мало времени, у нас должна быть единственная реакция – найти своего Спасителя. А Он сегодня находится во Святом Святых и ожидает нашего прихода туда, чтобы мы могли прийти к Нему и исповедовать наши грехи, быть прощены им и получили мир Его Отцовское благословение. Это первый фактор. И второй фактор. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 29 текст. Он сказал, что «Вот я наперед сказал вам, ибо вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». То есть вторая цель Божьих пророчеств – это укрепить нас в веру, чтобы она помогла нам двигаться вперед, чтобы она показала нам реальную картину, где мы находимся, что происходит. И благодаря тому, что Иисус об этом уже сказал заранее, через пророков, мы могли бы ободриться, что мы идем верным путем, и нам осталось уже недолго дойти до места, до пункта назначения Господа. И поэтому с верой и надеждой будем двигаться вперед, не боясь. Другое дело, что мы не должны останавливаться у этих так называемых указателей, то есть те события, которые происходят на нашем пути, в нашем мире сегодня, – это определенные вехи, определенные события, которые показывают нам, как верстовые столбы, и насколько близко мы подошли к тому или иному событию. И если мы остановимся у этих верстовых столбов или у этих знаков, и будем их детальнейшим образом разглядывать с точки зрения ради самого знака, то мы потеряем главную цель. А наша главная цель – это сам Иисус. Поэтому будем понимать, где эти крайности, и двигаться вперед, чтобы Господь через это исследование укрепил нашу веру, дозорвал бы нам силы твердых поступок идти прямо за Христом по его следам. Следующий важный аспект, он, знаете, очень точный, в том плане, что зачастую мы не понимаем даже, в чем суть нашего приготовления, и мы переключаемся на само событие, на какие-то сроки, они станут для нас более важными. И многие спрашивают или говорят об этом, а что, если не случится это событие, а вы уверены на 100% или нет, что это будет именно тогда или тогда, или в подобном сценарии. Понимаете, дорогие друзья, наша цель сегодня – во-первых, посмотреть, что происходит, сопоставить и дать возможность для личного исследования и утверждения веры, это раз. Или как следствие отвержения, если вы не согласны с тем или иным пунктом или каким-то выводом. А самое главное, те, кто задаются подобными вопросами или уже даже утверждениями, скорее всего, в корне не понимают суть приготовления и цель данных истин. Дело в том, что все наши проблемы в личном грехе, и грех нас разделяет с источником жизни и приносит нам страдания, боль и в итоге смерть. И сама суть всех этих процессов, этих истин – побудить нас прийти к Господу, как Он сказал, Исайя 1,18 – «Да придите, рассудим, если грехи ваши будут как багряные, как снег, убилю и так далее». И как Иов говорит, 22-21, «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет тебе добро». Понимаете, суть нашего приготовления, друзья, это не в ожидании точного времени. Да, это имеет место быть, это важно, но это не первостепенная задача. И даже если Господь по каким-либо причинам перенесет это событие, или сегодня Он открывает так и позволяет нам иметь какую-то ошибку, как это было в 1844 году, ведь Господь осознанно позволил им ошибиться не в дате, не в каких-то других моментах, а именно в событии, что должно произойти. Потому что те люди, кто ожидал Христа в это время, они неправильно столковали вопрос святилища. Они думали, что святилищ – это земля, которая будет очищена пришествием Христа. И даже если Господь по каким-то причинам сегодня что-то еще не до конца раскрывает нам, и мы поверим и приготовимся, то есть мы позволим Господу оставить, победить нас всякий грех, то даже если Господь еще задержится как-то, хотя в это я уже не верю, лично мое убеждение, что уже все подготовлено, но это мое убеждение на основании моих отношений с Господом и на основании моих личных исследований и изучений, то даже если Господь как-то это еще перенесет, я буду счастлив, я буду свободен от того, что причиняет мне и моим близким боли и страдания. И поэтому мы должны сегодня, друзья, видя эти вопросы, не задаваться, а вдруг это не то, а вдруг мы должны стремиться как можно быстрее оказаться в объятиях Христа, как те дети, которые успокаиваются на груди у мамы или у папы в его крепких объятиях, понимаете? И поэтому вот это суть нашего приготовления. И дальше уже, что бы там ни было, какие бы там грозные тучи ни ходили, мы можем быть свободными от всякого греха. Вот это суть нашего вообще понимания, для чего мы, куда мы двигаемся, для чего мы это исследуем и что мы хотим в итоге иметь. Слава Богу за его дивные дела, которые он устроил. И что он действительно нас проводит сквозь эту тьму, вот этих вот всех идей, концепций, предположений, каких-то сомнений и так далее. Потому что мы сегодня держимся за этот мир, за какие-то определенные вопросы, которые мы боимся отпустить. И боимся, а вдруг это не то, потому что мы неправильно понимаем саму суть, понимаете? Саму суть, почему мы так должны поступить, что мы должны сделать, что мы должны отпустить. Речь не идет о каком-то фанатизме, что мы должны сесть где-то, пойти в монастырь, закрыться и сидеть просто ждать что-то. Нет, еще раз нет. Мы должны найти живого Христа, который хочет сегодня, стоит у двери нашего сердца и стучит. И следующий еще один важный аспект. Дело в том, что сегодня многие события завуалированы. И мы читали с вами, что Вестница Божия прямо пишет, что Воскресный закон, он не будет называться прямым своим названием. Но он будет принят под вуалью климатических законов, законов о семье и под другими ширмами. И согласно нецикле Келлаута Тоси от 2015 года, там стоят три вопроса, которые связаны воедино. Вопрос климата, день поклонения и семейные ценности. И в этом документе есть три поделки, которые Господь четко обозначает в своем слове. Что он придет губить губивших землю, об этом сказано в 11 главе Откровения. Суббота, день поклонения, как печать Божия. И семья, семейные ценности, которые Бог хочет восстановить, это Малахи 4 глава 5 текст, последние два текста Ветхого Завета. Эти три вопроса, они отражены в этой энциклике, и они через призму этих вопросов будут и навязывать эти законы, которые будут друг другу дополнительны. Это не будет один только закон. Это будет, скорее всего, это будет целая плеяда законов, которые будут направлены на эти вопросы. Все потому, что стана не может привести прямым текстом вопрос поклонения, именно воскресения, чтобы все ходили именно с разбога, поклонялись. Это будет завалировано. И в процессе сегодняшнего исследования мы увидим, как сегодня красиво и мощно разворачивается маятник. И уже он развернут в другую сторону, в сторону этих процессов. Итак, друзья, освежим нашу формулу, о которой мы пришли в прошлых трех темах, что национальный воскресный закон – это точка и время глобальных кардинальных перемен мировой истории и начало финальных событий этой Земли, которые будут весьма поспешными на основании 9-го тома свидетельства 11-й страницы. Также национальный воскресный закон будет принят на праздник Пасхи, тем самым обозначив духовную полночь заключительной мировой истории, и произойдет это согласно книге пророка Аввакума, 3-й главе, 2-м текстом, в середине обклённой седмины, то есть между субботними годами. С этого момента начнется следствие сутно-живыми праведниками, которые знали об этой вести и имели возможность, временную возможность прежде всего, и все остальные возможности для того, чтобы приготовиться к этому важнейшему событию. Если мы, находясь на пороге середины текущей седмины, не войдем на рубеж воскресного закона, то есть в 25-26 годах, то мы будем ожидать на этой земле еще 7 лет до следующей середины седмины. Друзья, если сопоставить объем и скорость совершения событий в нашем мире сегодня, во всех сферах жизнедеятельности человека, духовной, социальной, военной, политической, экологической и так далее, всего за 4 года, от 2020 по 2024 год, то мы увидим, насколько мощные сдвиги произошли, насколько изменения происходят очень быстро и очень стремительно. И можем сопоставить, сколько осталось нам времени до середины седмины, и сможем ли мы еще 7 лет ожидать здесь, на этой земле, если мы не выйдем на рубеж в этой середине седмины. Поживем мы, увидим, и Господь покажет. И также интересный факт, что сегодня в мировом масштабе, если вы посмотрите на множество разных документов, масштабных, менее масштабных, в отдельных странах, то очень многие документы завязаны на интересную дату. Так называемая повестка 2030. То есть это их земной план, или точнее, по их планам, 30-й год – это рубеж, когда должен начаться некий земной миллениум, то есть тысячелетнее царство здесь на земле. То есть сатана планирует и обманывать сильных мира сего, что они должны построить здесь этот земной миллениум для того, чтобы все привести к единому началью и к процессам, которые он запланировал и на которые он вдохновил сильных мира сего. И также мы понимаем, что как события 20-го года, они по сути или по факту разделили время на две эпохи, на до этих событий и после. И мы знаем, что сегодня мир не будет уже таким, как он был до событий 20-го года. Ровно так же и даже в большей степени национальный воскресный закон в духовном, естественно, во всех остальных срезах разделит еще более явно и отчетливо мир и время на две эпохи, на до и после. Итак, дорогие друзья, наши вопросы сегодня, которые мы будем рассматривать, это первый вопрос, панорама событий 24-го года, которые прямо или косвенно связаны с национальным воскресным законом. Следующий вопрос мы рассмотрим повадки двух зверей из 13 главы Откровения, их взаимодействия и как они сегодня двигаются в этом направлении. Третий вопрос это Америка и Трамп, и почему именно Трамп. И четвертый вопрос, который не менее важный, звучит он так, есть ли или будут ли дополнительные подтверждающие практические события или сигналы от Господа перед национальным воскресным законом, чтобы мы точно поняли, что это событие произойдет. То есть мы с вами посмотрим в определенный исторический экскурс, опять-таки возьмем библейские параллели, чтобы понять, что происходило тогда и что будет происходить сейчас, потому что мы четко знаем на основании Библии, что нет ничего нового под солнцем, все, что было, то и будет, и Бог вызовет прошедшее. Поэтому Господь все нам показал детально, наша лишь задача только лишь изучить с желанием покориться этой истине и жить по ней. И здесь, друзья, мы уже вспоминали этот принцип, очень важнейший принцип, который мы должны держать у себя в разуме, когда мы будем сейчас смотреть, отвечая на первый вопрос, поставленный перед нами, мы будем смотреть на панораму событий 24-го года, мы должны держать в уме очень важный принцип. А Мосса 3.7, мы знаем, что написано, что Бог ничего не делает, не открыв тайну рабам своим пророкам. И теперь, если этот принцип мы проецируем на принцип великой борьбы, противостояния, где, по сути, здесь на земле идет выбор каждого человека, кому он поверит, Богу или сатане. И слава Богу, что в этом великом конфликте правила и закон устанавливает Господь. И если Бог открывает все, что он будет делать, и он ничего не делает, не открыв тайну рабам пророкам, то есть ни одной даже мелкой детали он не делает, прежде не предупредив о том, что это будет происходить, то и ровно эти же требования он предъявляет и к своему врагу, к сатане, потому что он, сатана, обязан также показать, что он будет делать. Иначе Бог не позволит ему это сделать. Это очень важный момент, который мы должны помнить, когда сейчас мы будем проговаривать то, что произошло и еще произойдет именно в этом году. И другие моменты, чтобы у нас четко складывалось правильное понимание. Почему? Потому что сегодня сатана, он вынужден озвучивать, и многие вещи он пытается говорить, что все это неправда. Но мы увидим и сопоставим, насколько это реально или нереально эти процессы происходят. Итак, панорама событий 24-го года, это события, которые прямо или косвенно касаются воскресного закона. И первый важный фактор, обобщающий. 2024 год, он назван годом супервыборов, где в 76 ключевых странах мира в этом году происходят выборы первых лиц государства и парламентские выборы. То есть тех структур, которые принимают принципиальные решения, судьбоносные решения на судьбы более половины мира. И в том числе в этих 76 странах 8 из 10 самых крупных и густонаселенных стран мира. Как известно, любые серьезные изменения или перемены начинаются не под конец какого-то срока правления какого-то лидера, какого-то режима и так далее. А все начинается сначала нового периода управления той или иной страной или в политической системе. То есть, судя по масштабу электоральной повестки 24-го года, этот год является серьезным подготовительным временем перед чем-то очень важным. Любые важные изменения начинаются именно с начала нового срока. И, конечно, без всякого сомнения, что главные выборы в этом году на этой планете и куда приковано внимание всех людей мира состоятся 5 ноября в Соединенных Штатах Америки. И очень насыщенным по тематике воскресного закона был именно первый месяц и начало второго месяца этого года, январь и февраль. И, знаете, как по команде многие известные во всем мире СМИ начали открыто или полуоткрыто проговаривать суть воскресенья, насколько это важный фактор. И вот накануне Нового года 22 декабря вышла одна статья о том, что суббота это восстановивающий фактор знак вопроса. И в этой статье говорится о том, что воскресенье более лучший фактор по словам авторов этой статьи, потому что этот день является основой всего христианства. И поэтому воскресенье более лучший фактор для восстановления человека, чем суббота. 2 января 2024 года в крупнейшем издании Fox News вышла статья одного из пасторов округа Вашингтон, где он рассказывает о том, как вернуться в церковь каждого воскресенья на постной основе, насколько это важно. 4 января 2024 года христианское издание «Соль и свет», говоря о проблеме субботы с имиджем, говорит о том, как Иисус решил этот вопрос имиджа воскресного воскресенья и положив тем самым новое начало новой эре христианства. То есть, другими словами, показывает о том, что у субботы есть проблемы, а весь христианский мир сегодня живет под благодатью празднуя воскресенье. в тот же день 4 января 2024 года другое издание выпускает материал, где отражена суть того, что суббота в США, которая является помешанной продуктивностью, является контур культурной или мешающей развитию нации. И вводится новые понятия, новый термин, что субботняя практика это то, когда ты сам можешь себе устроить отдых и перестроить свое привычное мышление, заставляющее работать больше и больше для того, чтобы отдыхать тогда, когда ты считаешь нужным, чтобы тебе иметь особый день отдыха. То есть, тем самым, подводя к определенному другому дню, в который ты можешь поклоняться Богу. 5 января 2024 года еще одно издание выпускает статью о том, что есть веские причины посещать церковь лично, именно в воскресенье и на постоянной основе. Вы можете остановить видео и прочитать эти слайды, вникнуть в суть того, что было описано в этих материалах и насколько красиво, в кавычках красиво, конечно, начинают они выстраивать новую концепцию, что есть новое видение того, как иметь субботний отдых. 7 января 2024 года в воскресенье выходит на очень крупном портале Yahoo News интересная статья о том, что суббота должна быть установлена законом. Это крупное издание заявляет о том, что есть умирающая американская этика отдыха и говорит о том, что по сути Бог создал мир за 6 дней, создал субботу покоем, это было дано для евреев и настолько это было серьезно, что даже наказание за нарушение субботы была смерть. и поэтому здесь создание приглашает к тому, чтобы люди правильно поняли этот вопрос и поняли, что сегодня одни евреи не живут по тому закону, который был им, а живут по завету. И люди имели мудрость пребывать в покое, то есть прямое указание или прямая ссылка к тому, что нужно собрать определенный день, соответственно, это день однозначно воскресенье по их риторике, по их тональностям. Поэтому людям сегодня готовят определенное уже понимание, что воскресенье выходит на первый план. 23 января 24 года крупнейшее медиа-издание Вашистон Пост выпускает статью о возрождении духовной практики, которой, по их мнению, 2600 лет. Конечно, я маленько не ошиблюсь здесь с датами, но это не принципиально. Но для нас важно, что именно в этом материале они отчетливо связывают ежедневный отдых и связывают ту энциклику Валдата Си, Папа Франциска, которую он издал в 2015 году. А мы знаем, что это прямое указание на применение или внедрение воскресного закона. Через два дня, 25 января 24 года, также очень крупное издание Жулан Тайм излагает в своем материале о том, что Пуритании, которые были одним из основателей американской нации на этом континенте, строго относились к труду и не менее строго относились к отдыху по воскресеньям, без которых невозможно само развитие. Прямой текстом связывая не просто их принципиальность к развитию и их стержневую основу, но и их подход к тому, как они поклонялись Богу, в какой день. И по факту говорит о том, что серьезный труд предполагает серьезный отдых. То есть, они серьезно относились к труду и также они серьезно относились к своему отдыху. То есть, формируют сознание у людей в том, что нужен один очень важный день, который должны все отдыхать. И, конечно же, не могли не отличиться сами католики и, венчая вот эту плеяду этих мощных выступлений в медиапространстве на разных ресурсах, католическое издание 30 января 24-го года выпускает очень такую мощную статью, и рекомендую остановить видео и посмотреть этот слайд, прочитать. Здесь они показывают книгу «Великая борьба». Говорят о том, что Елена Уайт основательница адвентистов утверждает, что воскресенье это знак зверя, начертание являющегося днем солнца и так далее. И они пишут, да, это правда, что в Ветхом Завете говорится о седьмом дне, но дальше они ставятся о том, что Иисус изменил в субботу и говорят, что если это действительно клеймо зверя, тогда почти все христиане сегодня носят клеймо зверя. То есть, они апеллируют к тому, что в их понимании является абсурдным, что сегодня не могут быть все христиане иметь начертания. Очень интересная статья, которая показывает сущность того, что они будут делать прямым текстом. И, друзья, эти издания, которые, они не какие-то, знаете, там, желтая пресса, где там и читают так чуть-чуть совсем, это очень мощные медиаресурсы, которые имеют огромное финансирование и очень огромное аудиторию и, соответственно, влияние на аудиторию. И слава Богу, о таком открытом заявлении или изложении раньше даже нельзя было мечтать, насколько сегодня четко и ясно они излагают суть и концепции того, что они планируют сделать. Ну и, конечно же, в тот же самый день, когда вышла католическая статья о субботе и воскресенье, в этот же самый день, 30 января 24 года, не менее известное издание «Американское христиане сегодня» заявляет о том, что суббота это не роскошь и что сегодня Иисус хочет, чтобы суббота вышла за рамки любого ритма жизни, оживляя моральную призму, которая помогает нам сказать вместе с Богом «Хватит». Даже здесь, в этой фразе, друзья мои, вот это слово «оживляя моральную призму» ни к чему не подводит вас никакому видению или какой-то параллели библейской. Не напоминает ли это вам откровение 13 главу 15 текст, где написано, что он это второй зверь, дано было ему вдохнуть дух в образ зверя, чтобы он говорил действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться первому зверю, который имеет раму, отмечая и жив. Понимаете? То есть они вторят в один и тот же день, вместе с католиками о том, что они должны оживить моральную призму. То есть моральный закон, через который будут оцениваться все действия того или иного человека. Слава Богу, что мы живем в это удивительное время. В то время, когда мы видим, что образ зверя формируется, потому что образ зверя это союз отступившего протестантизма с государством. И когда протестанты сегодня заявляют открыто о своем решении действовать и активно достигать своих целей и задач, которые они поставили перед собой вместе с первым зверем. И уже 2 февраля, 2.02.2024 года тоже известное издание американских католиков выпускает интересный двухсерийный документальный фильм о необходимости во всемирном масштабе возрождения субботы, в которую останавливается вся экономическая жизнь. Друзья мои, это ни купить, ни продать. Это духовная дисциплина соблюдения субботы, где ставится вопрос, что соблюдение субботы это духовная дисциплина. И этот вопрос должен стоять вопросом социальной политики для каждого жителя планеты. Очень удивительный материал, друзья, и прямым текстом они показывают, что необходимо делать и куда двигаться. Уже без всяких каких-то, знаете, вопросов, моментов, прикрытий и так далее. То есть они прямым текстом показывают, куда нужно двигаться и что должно быть на нашей планете. Первый планет февраля этого года, 24-го года, в Риме была установлена гигантская 13-метровая статуя императора Константина. Здесь дело в том, что именно этот император, который правил в 4-м веке нашей эры, 7 марта 321 года, как мы помним, он изменил день поклонения Богу с субботы на воскресенье, сделав воскресенье особым днем отдыха, для того, чтобы все люди могли приходить и полоняться Богу в этот день. Очень интересно и, можно сказать, такое почти совпадение. На самом деле, это четкий план и четкая задача привести умы людей к тому, куда они ведут всю планету. И продвигаясь вперед в наших исследованиях, события, которые связаны напрямую или косвенно с Национальным Советским Законом, с продвижением этой концепции для повестки дня в мировом масштабе, мы находим интересную организацию или движение, которое запланировало на 7 апреля текущего года первый всемирный субботний марш, марш Земли. И организаторы этого движения, они приглашают людей со всей планеты, независимо от того, где кто живет, чтобы люди выходили в этот день и заявили о своих правах, о своих планах. Если мы зайдем на сайт этой организации, то там интересно написано, во-первых, первая их концепция на титульной странице, их лозунги или тезисы. Дайте Земле отдохнуть один день неделю, каждую неделю или утром, или днем, или даже один час в неделю. Сокращение потребления энергии за счет даже одной седьмой на борьбу с изменением климата. Земной шаббат или суббота Земли для всех. Все мы можем участвовать в этом. Люди всех возрастов как инструменты заботы, давая Земле отдых. Глобальный отдых один день в неделю, любой день по желанию каждого человека культура, религии, традиции, опыта, увлеченности и таланта. То есть здесь мы видим, что прямым текстом реализуется повестка Лауда Тасси, где земле нашей надо дать хотя бы один день отдохнуть. И мы понимаем, какой это день будет, и с виду вроде нет ничего плохого. Но интересно, если мы посмотрим еще один их документы и одну цель, где четко они озвучивают свои планы. Потому что эта организация в этом году провела уже два марша, всемирных марша. Первый марш был, как мы уже сказали, 7 апреля этого года, а второй марш состоялся 20 июля этого же года, субботний марш Земли. Так вот, цели их и задачи озвучены следующим образом. Наша цель в организации этих маршей не требование к правительствам заставить людей отдыхать один день в неделю, а скорее привлечь внимание к необходимости дня отдыха. Чувствуйте тональность? То есть, не требовать от правительства принять закон, чтобы люди все отдыхали один день в неделю, а скорее всего привлечь внимание к необходимости для такого отдыха, чтобы дать планете передышку и призвать людей к сознательному выбору индивидуальных действий и принятию необходимых мер, чтобы изменить образ жизни, чтобы дать передышку себе и планете. Мы поддерживаем все различные мероприятия по организации субботнего отдыха, которые дают планете отдохнуть, поскольку они поддерживают нашу веру в это. Ничего нам не напоминает эта цель и задача, что они скорее не требуют от правительства принять законы, сколько они пытаются сплечь к этой проблеме внимания людей и, соответственно, сильных мер из всего. И Весенство Божие пишет нам очень четкую мысль. Это пятом свидетельств, что посредством ложных наветов и гневных призовов они воспламенят народный гнев. Неспособные бороться с защитниками юбилейской субботы словами так говорит Писание, они прибегнут к силе, дабы восполнить этот недостаток, неспособность показать на основании Слова Божьего и подтвердить свою позицию. И дальше мы видим, что желая сохранить популярность и покровительство, законодатели уступят требованию принятия воскресных закон. То есть мы видим, что Весенство Божьей прямо пишет, что законы будут приниматься под давлением кого? Общественности, давлением людей. И здесь мы видим, что они четко формулируют эту мысль, хотя вроде как и красиво ее объясняют, что их цель скорее не обратиться к сильным миросевым, те, кто принимает законы, обратиться к людям, чтобы они также проснулись, привлечь их внимание к этой проблематике и как следствие, чтобы они повлияли уже на своих законодателей. Знаете, как интересно, какая картина выстраивается? Прямым текстом все показано и уже рассказано. И повторюсь, они в этом году провели уже два всемирных субботних марша Земли. Мы понимаем, что субботний марш это не что иное, как шаббат, покой, и это реально то, что они планируют в воскресенье. И безусловно, одно из важнейших событий, которое произошло на этой планете в этом году, это было 8 апреля, когда произошло великое американское затмение, второе по счету после 17-го года. И сейчас мы не будем детально касаться в данный момент этого вопроса, но когда мы перейдем к вопросу Дональда Трампа непосредственно, то там мы видим очень важные детали, которые связаны напрямую были с 8 апреля, какие были моменты, как, то есть просто здесь, чтобы нам сейчас не разбивать саму канву, мы потом увидим это в его персоне, но запомните этот момент, мы к нему вернемся. Если кому-то более интересно, можете посмотреть ссылочку вверху экрана, вспомнить, освежить в памяти, что было в этот день, какие события, какие Господь дал предостережения для того, чтобы народ мог понять, что движется на Америку, потому что мы читали у Вестица Божия о том, что как только нация примет воскресный закон, в небесных книгах будет записано национальное отступление, и за национальным отступлением последует национальный крах. Интересно, что 4 дня спустя после затмения 12 апреля 1924 года в Америке выходит на широкие экраны фильм под названием «Гражданская война». Интересно, что именно 12 апреля 1861 года началась настоящая гражданская война, когда воевали север и юг. Интересно, что в мировом прокате этот фильм получил еще одно название. падение империи. И многие те, кто покупали права проката, они хотели назвать это падением США, но автор запретил и назвали просто падением империи. И мы видим даже на слайдах, что здесь отчетливо видна ситуация, что Америка стоит на грани. И почему это связано с законам, потому что чуть дальше мы увидим более детально, но вкратце можно сказать, что проект 2025, который находится не просто в стадии какой-то разработки, а уже подготовлен несколько лет назад, уже обкатан и подготовлена целая армия консерваторов, которые будут ее внедрять. И республиканцы прямо заявили о том, что если они не получат власть путем демократических выборов, то они получат эту власть путем революции. То есть если это не будет бескровно, добровольно, то соответственно механизмы пойдут другие. Поэтому мы видим, что здесь происходят очень важные процессы и нам прямо показывается, что планируется. Не факт, что эта война будет полномасштабной какой-то и полноценной, но мы видим, что один из сценариев необходимых для достижения цели, задачи, которые поставлены, а дальше мы видим еще больше важных и нужных деталей. Здесь мы видим, что эти механизмы, информационные прежде всего механизмы, они очень эффективны, потому что они задействуют или запускают так называемое окно овертона. Кто об этом не знает детально, рекомендую поискать информацию, как это работает, как через эти окна овертона огромная масса людей приводит из одного состояния каких-то ценностей, моральных устоев в другое. То есть это очень важный механизм, из одной стадии в другую. Здесь мы видим, что также благодаря этому фильму, где четко прописан сценарий, что после выборов происходит непринятие одной части элитерата выборов этих и начинается вот эти мощные противостояния одной и другой стороны. И в одном из сценариев это и приведет к той самой падении империи, когда фактически эта нация, она закончит свое существование. Более того, не так давно, 27 сентября, 24 года Министерство обороны Соединенных Штатов Америки издало директиву за номером 5240.01, в которой прописывается очень отчетливо сценарий нестандартных действий внутри страны. И в случае такового сценария сотрудникам Министерства обороны разрешено этой директивой использовать летальное огнестрельное оружие и прочие виды вооружения для открытия огня по гражданским лицам. Мы понимаем, что это документ официальный. Я скачал его непосредственно с сайта Министерства обороны. Документы опубликованы официально, это не какие-то куларные документы и так далее. Поэтому мы понимаем, что эти события происходят и они должны быть готовы на все случаи жизни для того, чтобы в случае этой необходимости у подчиненных Министерства обороны не было сомнений, колебаний и так далее. То есть было основание на что опираться для определенных действий. Поэтому мы видим, что это все идет путем эскалации и путем полной подготовки. Возможно, конечно, не дойдет сразу до открытого противостояния, но поживем увидим, по крайней мере всегда у них готовы несколько сценариев для того, чтобы в случае необходимости задействовать тот или иной план. Двигаясь дальше, мы видим, что 16 мая 2024 года в Ватикане прошла интересная встреча мэров и губернаторов из разных стран мира на саммите по климату, где Франциск лично призывал к срочным шагам в борьбе с изменением климата, то есть к срочным шагам по внедрению Лазата Си. И мы помним, что как только Лазата Си было принято в мае месяце 2015 года, то есть это прошло уже 9 лет с того момента, буквально уже в июне в Ватикане также собирались мэры мировых столиц для обсуждения этой повестки. То есть там ставились планы, сейчас подводились уже определенные итоги, задачи и были дошлифованы детали, которые мешают скорейшему и оперативному внедрению этой повестки дня в мировом масштабе. также еще одно важное событие, о котором мы также раньше упоминали и которое возможно на первый взгляд не имеет прямого отношения к воскресному закону, но оно имеет фундаментальное основание к тому, чтобы этот закон был не просто принят, а реализован в мировом масштабе, потому что именно эта платформа, эта организация, которая занимается во всемирном масштабе здоровьем или так называемым здоровьем, пытается уже на протяжении трех лет подготовить и провести в жизнь соглашение, которое позволит этой организации иметь управление по сути в мировом масштабе всеми странами при новых аналогичных процессах, которые были в 2020 году. И мы видим, что окончательно не были приняты эти поправки, это соглашение к основному договору между всеми странами мира, но по окончанию этой сессии, которая прошла в конце мая этого года, генеральный директор был очень воодушевлен тем, что они достигли результатов, что они заложили основы, были внесены ключевые изменения в другой документ международные медико-сентральные правила, которые позволят базироваться на этих правилах, которые вступают в силу через год, и они запланировали, то есть крайняя точка подписания этого соглашения у них это уже май 2021 года, то есть следующая, 78-я ассамблея Всемирного Здравоохранения так называемого. И почему для нас это важно? Мы видим, что в Откровении 1823 именно то, чем занимается эта организация, является одним из ключевых факторов, за что будет наказан Вавилон, а именно это то самое действие, которое оказывает так называемые жидкости, принимаемые всеми людьми по всей планете. независимо от того, делают это они добровольно, осознанно или принудительно. И мы видим, что здесь, в книге Откровения 18 главе 23 текстом стоит слово, которое раскрывает сущность, мы не будем здесь его называть в избежании блокировок, но мы понимаем, что это суть этой системы, через что будет обманут весь мир. Следующее важное событие, которое нас очень интересует в тематике воскресного закона, произошло с 13 по 15 июня 2024 года в Италии, где прошел 50-й юбилейный саммит, так называемый большой семерки G7. Это саммит, который объединяет семь крупнейших экономик мира, где они встречаются и обсуждают разные глобальные и самые насущные повестки дня. Здесь мы видим на кадрах, как Франциско обвозит всех лидеров, причем, что характерно, какие особенности именно этой юбилейной встречи 50-й. Во-первых, впервые в истории в участии в таком саммите такого уровня принимает глава католической церкви. Никогда до этой встречи не было даже намека на то, чтобы глава Ватикана, как политический глава и как глава церкви, не участвовал в этих мероприятиях. Это первое. Второе. Никогда на этой встрече не было такое количество участников. И вы видите, как фактически интересно, Папу Римскую везут по кругу. Сама форма интересного общения, где он с каждым лично здоровается, требует, знаете, поклонения. То есть, не просто, если бы он шел тоя, это было бы очень так наглядно, когда-нибудь поклоняется. А так, вроде как, это уважение к возрасту, это все нормально с возрастом. Но здесь смысл, мы понимаем, что откровение трясоглавы говорит нам о том, что все поклонили зверю. И здесь это начальный этап вот этого поклонения, преклонения к той повестке, которую он будет озвучивать очень четко и ясно. И еще одна особенность, которую мы уже начали говорить, то, что здесь, на этой встрече, если вы обратили внимание, здесь явно не семь лидеров. Обычно это происходило в очень узком кругу реально те страны, которые имеют мощнейшую экономику мира. Но здесь присутствовали 26 лидеров с разных стран и были приглашены лидеры ключевых стран из Латинской Америки, из Африки, из Азии. Это тоже неспроста, потому что сегодня та повестка, которая будет обсуждаться на этой встрече или уже обсуждалась, когда мы сейчас уже об этом говорим, она очень важна для всего мира. И вот обратите внимание, когда все лидеры стоят и пока Папа Римский не сел, это знак уважения, знак почтения, что когда он начал садиться, тогда только начали остальные присаживаться уже в основном. Единственное, сели напротив него, если вы посмотрите внимательно, это был Джо Байден и еще один с ним его соратник. Так вот, смысл в чем? Чем нам характерна эта встреча и почему для нас она очень важна? Потому что на этой встрече Папа Франциск совершил два очень важных действия. Первое, на этой встрече он потребовал, именно потребовал, друзья, немедленного внедрения повестки энциклики Лалдата Си, которые, кстати говоря, в мае 25-го года исполняются 10 лет, потому что эта энциклика была издана в мае 2015-го года. И на этой встрече Франциск, лично присутствуя, потребовал очень быстрого внедрения этой повестки от всех лидеров, присутствующих на этой встрече. А это, как мы помним, это ключевые экономики мира и ключевые экономики тех стран, обратите внимание, там, где менее всего христианских стран. Поэтому неспроста все это было именно так сделано, и там было именно требование по внедрению этой энциклики. Это первый важный аспект. Второй важный аспект это то, что на этом саммите Папа Франциск прямо заявил о том, что необходимо иметь инструменты для морально-духовного регулирования так называемого искусственного интеллекта или той системы, той платформы, которая сегодня фактически является мощнейшим инструментом по глобальному управлению всеми процессами в этом мире. И скоро мы увидим это более отчетливо. То есть сегодня идет очень быстрое, очень мощное наращивание фактически обучения этого машинного алгоритма по управлению всеми процессами жизнедеятельности человека. И здесь он прямо заявил, что есть срочная необходимость по морально-духовному регулированию и направлению искусственного интеллекта, а также заявил о том, что он лично будет возглавлять этот процесс. Причем многие подобные встречи на высшем уровне проходили в Ватикане, когда Папа Франциск принимал и того же Илона Маска и многих других. Он собирал основателей искусственного интеллекта и так далее. То есть мы понимаем, что через этот алгоритм будет внедряться повестка поклонения этой системе. Поэтому здесь были, то есть для нас интересующие два очень важных момента. Первое, срочное внедрение повестки Лаза России, которые являются повесткой воскресного закона. И второе, настраивание морально-духовных качеств, так называемый искусственный интеллект, который будет также инструментом для внедрения всех этих процессов в мировом масштабе на каждом уровне власти. Друзья, продвигаясь вперед в нашем исследовании событий 24-го года, которое, как мы говорим, прямо или косвенно связано с воскресным законом, мы не можем пройти мимо очень интересных деталей, которые произошли на выборах в еврозоне в начале лета этого года, июнь-июль. Здесь мы отчетливо видим, насколько быстро и точно стал разворачиваться маятник, политический маятник всех событий от крайне либеральной демократической так называемой повестки, которая продвигает все, в кавычках, ценности семейной сегодня и не только, к, наоборот, строго консервативной. И мы понимаем, что последствия закону будут приняты именно теми силами, которые являются не либеральными, не которые являются такими так называемыми демократическими, а именно консервативными, республиканскими. Потому что все, что связано с Крестным Законом, если мы смотрим в той же энцикле Киллаза Та-Си и так далее, оно должно отражать традиционные консервативные ценности. Но для того, чтобы быстрее к ним прийти и результат был стопроцентным, для этого нужно было все общество увести на другую сторону, в сторону разложения, в сторону этого такого в какой-то степени даже разврата, для того, чтобы те люди, кто думающие, те люди, кто держат какие-то принципиальные моменты в жизни человечества, они должны победить, они должны созреть к тому, чтобы активно действовать. И поэтому маятник именно в этом году он был не просто развернут, но чуть ниже мы увидим на определенных событиях, что он был очень мощно отправлен в обратную сторону и быстро двигается сейчас по пути прохождение через так называемый ноль, это взвешенная трезвая позиция и двигаться в крайне правую сторону. События были такого рода, что даже в той же Франции президент Эммануэль Макрон вынужден был распустить парламент, потому что на нем выиграли правые силы и он вынужден был назначить переголосование, какие-то сделать мероприятия, чтобы как-то маленько скомпенсировать такой резкий разворот. И в других странах, в Португалии, и в других странах, мы сейчас не будем затрагивать всех деталей мелких, нам важно понять саму суть, сам принцип, что произошел и происходит дальше, вот этот мощный разворот не только в Европе, но и по всему миру, на всех выборах идет очень сильный такой тренд по развороту. Также еще один важный такой аспект или такая деталь, которая для нас имеет значение. 20 июня 24 года губернатор штата Луизиана принял закон об обязательном установлении 10 заповедей в каждой школе и в каждом учебном заведении с 25 года. Дело в том, что именно этот фактор он будет ключевым, и мы понимаем, что эти 10 заповедей будут не те в оригинале, которые были написаны Господом, но это попытка вернуть людей к морали, к ценностям, но мы знаем, что эти морали и ценности будут изменены, и прежде всего это будет изменять 4 заповедь. Поэтому здесь мы видим, что это уже подготавливают население к тому, что это норма, это так и должно быть, но мы знаем, что эту норму ее изменят, к сожалению. И двигаясь дальше, мы видим, что очень красноречивое и очень серьезное событие произошло во Франции с 26 июля по 11 августа. Кто-то, может быть, немножко интересовался этими вопросами. Это была Олимпиада. По сути, сама Олимпиада это не просто какое-то мероприятие, а это мероприятие, к которому прикованы все взоры со всего мира. То есть, это то событие, которое является не просто спортивным, но которое является и культурным, и идеологическим, и во всех других аспектах. Это мероприятие должно показать определенные стандарты, определенные посылы, определенные эталоны для того, чтобы люди со всего мира могли увидеть, захотеть что-то перенять и так далее. и мы видим, что как раз-таки тот самый маятник именно на этой Олимпиаде был не просто развернут, не просто как-то отпущен, а получил мощный импульс для того, чтобы, то есть усилие для того, чтобы быстрее двигаться в крайне правую сторону. И мы не будем сильно глубоко погружаться в эти детали, но мы затронем некоторые, которые для нас очень важны. Во-первых, впервые в истории Олимпийских игр открытие Олимпийских игр происходило не на специально построенном стадионе, а в историческом центре столицы Франции в городе Париже. И мы знаем, что эта страна и это место является очень и очень символичным в том, что именно там произошла глобальная революция. Почему я говорю глобальная? Потому что именно там во времена Великой Французской революции зародился определенный вектор или определенный царь, который правил более 200 лет на нашей земле. Это не что иное, как атеизм. Дело в том, что сатана понимал, что правление первого зверя подходит к концу и понимал, что он не сможет справиться с возрастающей реформацией, которая в том или ином аспекте набирала все равно свою силу, несмотря на все действия и совершения особенно ордена иезуитов, главная цель которого была вернуть реформацию вспять и везде, как только можно сильнее учредить свой орден и свою религию. Так вот, смысл в том, что именно Франция стала той страной, где этот зверь получил или эта система получила смертельную рану. И почему это было сделано? Потому что на арену вышла другая сила, которая является также силой одного хозяина, так называемый Южный Царь, потому что, знаете, сама идея Северного Южного Царя, 10-11 главы книги пророка Даниила, заключается в том, что это две идеологии, две концепции. Одна стекулярная, безбожная, другая консервативная и якобы верующая, но на самом деле достигающая путем обмана своих целей и призывающая, и заставляющая ложно поклониться так называемому Богу с маленькой буквы. Так вот, здесь Сатана понимал, что он не сможет удержать весь мир в религиозном обмане, и поэтому ему нужно было произвести ситуацию определенную по смене как раз того самого вектора, для того самого маятника, чтобы направить его в более глобальном смысле слова именно в крайне левую сторону, то есть в сторону такого либерализма и самое главное атеизма. И чтобы фактически довольно приличную часть этого мира можно сказать так, духовно законсервировать в атеизме, чтобы люди не узнавали о Боге. Потому что, повторюсь, он не мог справиться с реформацией путем уже открытого противостояния, поэтому была возрождена вот эта вот новая сила, атеизм, которая зародилась во Франции и потом укоренилась, мы знаем, на территории наших республик в СССР, и это был не что иное, как воинствующий атеизм, который фактически имел очень мощную поддержку в мировом сообществе на разных континентах, в разных странах и в разных аспектах. Но эта стратегия южного царя рухнула вместе с Советским Союзом, и сегодня мы видим, как последние десятилетия набирает мощь и силу как раз-таки царь Северный Соединенных Штатов Америки, который является той силой, которая и приведет собственно говоря весь мир к поклонению зверю и к Ивонштанию и принятию его образа. Здесь хочу сразу сказать, что чтобы было более точно понятно насчет южных и северных царей, то есть эта концепция, которая может быть реализована не только с точки зрения какой-то общей географии или общей политической географии, какая-то страна является тем или иным царем, но мы должны понимать, что это концепция мышления или образа мысли. И в одной и той же стране может быть так, что есть силы и те, и другие. То есть это борьба двух полицейских плохого и хорошего для того, чтобы люди выбирали на чайной стране. То есть это цель спрятать истину как можно подальше, чтобы люди думали, что вот эти правы или эти правы. Сейчас мы видим также особенно отчетливо и дальше в следующей части мы увидим о борьбе этих сил на политической арене США. И по сути демократы они представляют открытую и очевидную концепцию царя Южного, а республиканцы во главе с Трампом представляют концепцию царя Северного. Поэтому мы должны четко это понимать, что это не просто какая-то отдельная страна или отдельный проект или какой-то человек это в принципе это структура идеологии, которая ведет человека в одно или другое направление. И поэтому именно Франция, которая приняла эти Олимпийские игры, было принято решение, чтобы провести это открытие на улицах в центре Парижа, для того, чтобы именно в том центре, где принимались те ключевые решения, которые и перевернули гамбальный маятник и направили его в крайнюю левую сторону. И для того, чтобы более отчетливо увидеть тенденцию, как работает этот маятник, который сегодня действительно был не просто больше в левой стороне, как мы говорим, да, причем мы понимаем, что это условное деление, но насколько сильно он стал работать в последние годы именно, в последние десятилетия, то мы посмотрим просто на статистику христианства в Америке, в той стране, где христианство получило самое мощное пристанище, самое мощное развитие, самые мощные основания, свободы слова, свободы веры, расповедания, то есть это основа их конституции и так далее. И мы видим, что по разным, конечно, подсчетам, статистикам, но тенденция очень четко видна. Мы видим, что в 2010-х годах порядка 80% по разному оценку, как мы говорим, население этой страны, Америки, считало себя христианским. Здесь речь идет о всех конфессиях, которые относятся к христианским конфессиям. Уже к 2015-му году этот процент снизился на 10%. Это очень мощный процент снижения на 10% всего лишь за 5 лет. В масштабах истории Земли это фактически один миг. И на сегодняшний день, по определенным оценкам, после событий 2020-го года, христианами считают себя в той или иной степени чуть меньше половины населения, 47%. Представляете, за каких-то 15 лет, 15, максимум 20 лет, люди, верующие в Америке, именно христиане, их число уменьшилось с 80% до 50%, то есть на 30% прошло снижение именно религиозности в Америке. И где-то, наверное, года полтора или два я видел выступление, специальное были слушания в Сенате, это Верховная палата законодательная США, где выступал один конгрессмен, и он бил в колокола, показывая статистику, показывая эти события, и что надо срочно что-то делать, чтобы вернуть, или как Трамп заявляет, сделать Америку вновь великой. И чуть позже мы будем также об этом говорить, какие меры и какие методы они подразумевают, но мы понимаем, что прежде всего это тот самый воскресный закон, который обяжет людей именно законодательно прийти в церкви и наполнить их именно по воскресеньям. Поэтому мы понимаем, что сегодня вот этот маятник, который разрушил веру, разрушил многие ценности, охладил многих людей, сейчас он был именно на этой Олимпиаде. Он был развернут в обратную сторону, и он был не просто развернут, но и получил мощный импульс. И это выражалось прежде всего, друзья мои, в той постановке или в той вообще концепции, как было построено это открытие игр. Я не рекомендую особенно впечатлительно смотреть эти вещи, потому что там действительно очень серьезные моменты. Но достаточно одного факта. Факта того, что на этом открытии была сделана некая пародия именно «Тайную вечерю», а мы знаем, что это Пасха, это событие предшествующей Пасхи, и где главными действующими лицами были все представители так называемой скажем, мягкой либеральной повестки в разных ее крайностях и проявлениях. И мы видим, что вследствие вот этого так называемого оскорбления всего христианского мира, потому что во всем мире поднялась очень мощная волна консерваторов. И многие известные деятели, политики, бизнесмены очень ясно и четко воспротивились и осудили действия Парижа в подготовке и проведении этих игр. И еще один интересный факт или деталь, который уже сработал на этой олимпиаде или чтобы увидеть, как этот маятник не просто качнулся в обратную сторону и начал как-то двигаться, а что он получил мощный импульс, вы знаете, всегда вставил вопрос, каким образом воскресный закон будет принят или будет приниматься в мусульманских странах, в буддийских и прочих верованиях, которые не просто не имеют ничего общего с христианством по сути своей, но которые активно гонят и уничтожают христиан. Есть так называемый исламский пояс, есть окно 1040 так называемое и так далее. Так вот, интересная деталь. Мы не будем тоже очень глубоко погружаться, нам достаточно будет даже одного сообщения из интересной страны под названием Иран. Мы знаем, что это очень консервативная страна, которая является очень ортодоксальным государством. Так вот, в этой ортодоксальной мусульманской стране, где пострадали и пролили свою кровь очень многие христиане, произошел очень мощный отклик на то, что произошло на церемонии открытия. А в частности, благодаря этому оскорблению христианского мира и тому, что вообще происходило, в первую очередь, Иран вызвал посла Франции в свое Министерство иностранных дел и заявили ноту протеста тому, что происходит в Париже на Олимпийских играх. Второе. Очень интересные действия. Во многих центральных магистралях по всему Ирану были развешаны удивительные, друзья, именно удивительные плакаты с надписями, на которых была нарисована тайная вечер, Пасха нарисована. А мы знаем, что Пасха как раз-таки это тот праздник, на который будет принят воскресный закон. И на их родном языке написано, что воистину Мессия Иисус Христос, Сын Мария и Посланник Божий. Вдумайтесь в эту суть, что та страна, которая с виду является мощнейшим противником христианства, благодаря этому импульсу на этом открытии Олимпийских игр, разворачивается очень мощно и реагирует в поддержку христианства. И не просто в поддержку, а признает Иисуса Христа, Мессией. И Посланником Божьим. Это ли неудивительное действие, которое показывает, насколько мы близки и подошли к тем или иным событиям. Друзья мои, слава Господу, что это происходит и происходит очень мощно и очень красиво. Друзья дорогие, но и это еще не все с раном. Чтобы у нас не осталось никаких иллюзий и сомнений, именно на следующий день после открытия Олимпийских игр 27 июля 24 года в Иране был принят очень интересный воскресный климатический карантин. Их правительство приняло следующее постановление, что из-за сильной жары Иран вынужден закрыть магазины и государственные учреждения для того, чтобы сэкономить мощную электроэнергию, мощный объем электроэнергии, потому что многие организации потребляют для охлаждения помещений и так далее. И для избежания того, что многие люди получат тепловой удар. Вы знаете, я убежден, что в этой стране довольно-таки часто более температуры около 40 градусов. Это высокая температура, но не настолько это экотично. Но именно сейчас, именно в это время эта страна принимает решение, чтобы ограничить или закрыть работу учреждений государственных и коммерческих именно в воскресенье под эгидой изменений климата, друзья. Это прямой посыл к тому, как будет внедряться воскресный закон во все остальные страны, которые не являются сегодня христианскими или являются полностью языческими. Мы видим, что действительно это стратегия, которая продумана, выверена и которая четко реализуется. И мы видим, что она не просто где-то гипотетически может быть, а это первые ласточки, которые показывают, как это будет решаться, как это будет работать. Друзья, еще раз повторю за то, что слава Богу, друзья, потому что Господь скоро грядет и отчетливо показывает нам, в какое время мы живем. Но с Олимпиадой это не все, это было только открытие, которое показало сразу повестку дня и то, что было в продолжении, когда так называемый измененный бывший мужчина стал женщиной, когда в дисциплине по боксу, но это просто кощунство, когда фактически мужчина прилюдно бьет женщину. Там столько было скандалов, которые просто немыслимо вообще, то есть это, знаете, ни в какие рамки не укладывается. Я не говорю про сам спорт, где развивается дух соперничества, где дух каких-то моментов, это уже понятно и так, оно в принципе уже многие года, века даже все это развивается. И даже сами греки, там, где в Афинах зародился этот олимпийский спорт, где гора Олимп, они были возмущены открытием и тем, что происходит на самих олимпийских играх. Поэтому это не цель наших исследований сегодня, поэтому пойдем дальше, но нас интересует здесь именно в Олимпиаде еще очень важный момент, очень важная деталь, друзья, это закрытие этих игр, где также очень четко было показано та повестка, которая сегодня по сути начала реализоваться. Мы с вами в прошлых частях семинара об этом на официальном сайте организаторов этого мероприятия был предоставлен логотип или концепция закрытия этих игр, где четко мы видим, что силуэт мужской фигуры из темного космоса падает на темную землю. Друзья, мы видим, что здесь идет четкая отсылка к 9 главе книги Откровения, где описано начало пятой трубы, где по сути сатане данные ключи откладились за бездны. Мы сейчас не будем в данный момент затрагивать эту пятую трубу, мы коснемся ее чуть позже, в конце, когда мы будем говорить, подводить итоги, мы чуть детальнее посмотрим, почему и как это сработало, но на протяжении всей циемони закрытия были отчетливо показаны все элементы или все атрибуты именно пятой трубы, друзья. Там, где эта звезда падает с неба, где выходит дым на сцену, а сцена представляла собой все мазерики, соединенные между собой, специальными такими дорожками. И вход всех участников этой постановки, этого действия начинался с Африки, именно туда, куда падает этот объект, скажем так. И фактически дальше из этого дыма выходят определенные существа непонятного вида, и они начинают свое действие, они коронуют эту свою звезду. Мы видим, что у этой саранчи царем она имела на собой Авадон или Аполеон, что означает разрушитель. И мы видим, что те события, которые описаны в пятой трубе, четко и детально показаны были на церемонии закрытия этих олимпийских игр. То есть фактически нам прямым текстом показана та пояска, которая реализуется уже на наших глазах, и началась подготовка к этому. Если сказать коротко, друзья, о пятой трубе, то фактически пятая труба это подготовка всего мира к поклонению, когда явится сам сатана в виде подделки. То есть из глубоко секулярного мира людей нужно перевести в состояние верующих. Вы знаете, на падающем самолете нету ни одного неверующего человека. Все становятся верующими, ровно как и на войне. И поэтому нужно сатане сделать определенные обстоятельства, о которых мы будем чуть дальше говорить, которые фактически должны привести мир в состояние из неверующего в верующий. То есть для того, чтобы они приняли эту подделку за истину и поклонились тому, кто хочет получить это поклонение, кто заявил о том, что он выше престола Божего, поставил престол свой и сядет на корю севера в сонный богов. Поэтому слава Богу, что Господь недвусмысленно, очень отчетливый и ясно показывает нам эти события, потому что именно воскресный закон это будет тем инструментом, который подготовит людей к этой кульминации этого величайшего обмана, о котором пишет или иновать, что это будет кульминация величайшего обмана в том, что сам сатана придет под видом Христа и будет исцелять людей, будет пытаться показать определенные принципы якобы Царства Божьего, чтобы люди поклонились ему как Богу. Друзья мои, следующим важным событием, которое нас интересует в нашем исследовании, это та встреча, которая произошла в конце сентября, особенно 22-23 сентября 2024 года. Но прежде чем мы посмотрим на само мероприятие ООН, которое называлось «Саммит будущего», который предшествовал Генеральной Ассамблее ООН 79-й по счету, мы посмотрим и вспомним контекст или действие того самого человека-греха, который фактически готовит свою политику и свой вектор в тени, вначале незаметно, поэтапно, но четко продвигаясь к своей цели. И еще в 2015 году, когда Франциск выступал на той же самой трибуне ООН, он прямо заявил о необходимости в более эффективной организации объединенных наций. Сказано аккуратно, толерантно, но вектор был понятен. Это было, повторюсь, 9 лет назад. Далее, в 2022 году он заявил о том, что организация объединенных наций не имеет власти прямым текстом. И так аккуратно сказал, что не хочу никого обидеть, там работают хорошие люди, но сегодня эта организация не имеет власти. Дальше, в том же 2022 году он заявил о том, что у нас, как у людей, у человечества, должен быть моральный долг бороться с изменением климата. То есть, там много других деталей, но мы должны увидеть сам вектор, куда и к чему он направляет эти процессы. Потому что неоднократно были устроены ими учреждены всякие конференции, всякие симпозиумы и прочие мероприятия по тому, чтобы внедрить эту повестку в умы и сердца людей, тех, кто принимает те или иные решения. И дальше еще интереснее. Папа Франциск продвигает идею отвержения чрезмерного требования суверенитета определенных стран и продвигает идею глобальной власти. И в этой роли он видит организацию объединенных наций. Кстати говоря, та организация, которая занимается здоровьем в всемирном масштабе, это филиал или один из главных, скажем так, действующих лиц по продвижению этой повестки в мировом масштабе именно каждому жителю планеты. И уже незадолго до самой сессии Папа Франциск заявляет о том, что необходимо предоставить организацию объединенных наций настоящие зубы. То есть риторика уже, как мы видим, конкретизируется, детализируется, и сама терминология и принцип изложения нам показывают те изменения, те метроморфозы, которые должны произойти в этой организации, которые уже являются глобальной структурой для того, чтобы принимать определенные решения. Так вот, и уже сам генеральный секретарь, который на сегодняшний день управляет этой организацией, Антонио Гутерриш, заявляет о том и призывает к глобальному управлению зубами. Он сказал следующее. Необходимо перейти на многосторонний уровень управления зубами для функционирования в качестве инструмента глобального управления там, где это необходимо. Проблема в том, что сегодняшней многосторонности не хватает масштаба амбиций и зубов, сказал Гутерриш во время пресс-конференции в четверг, посвященной запуску всемирного ответа ООН на COVID-19. И теперь через призму это повестки или вот этих подготовительных мероприятий, глядя на этот саммит, который прошел буквально не так давно, где были подписаны, подготовлены и подписаны, причем обсуждение велось довольно-таки долго, и я сам видел и скачивал документы на официальном сайте Организации Объединенных Наций, где были разные версии доработанные этих документов. Что это за документы? Это документ Пакт о будущем это фундаментальный глобальный документ, который включал в себя глобальный цифровой договор и декларацию будущих поколений. И сам факт того, что это уже принято, говорит о том, что процессы уже пошли по сути необратимые. И Пакт, который охватывает широкий круг вопросов, включая внимание мир и безопасность, мы сразу вспоминаем слова апостола Павла из первой Фасонкин, 5 главе, 3 текстом. Устойчивое развитие, изменение климата, цифровое сотрудничество, права человека, гендерные вопросы, молодежь и будущее поколение, а также внимание, трансформацию глобального управления, то есть то, о чем было заявлено в разных выступлениях, в разных формах, в разных открытых или скрытых текстах и так далее. В целом, соглашение о пакте является сильным заявлением о приверженности стран организации объединенных наций, международной системе и международному праву. Председатель генеральной ассамблеи отметил, что пакт заложил основы для устойчивого, справедливого и мирного мирового порядка для всех народов и наций. То есть, друзья, сам факт того, что этот документ был единогласно принят 197 странами мира, говорит о том, что по сути происходит сдвиг, мощнейший сдвиг парадигмы управления этим миром от национальных государств, где есть свои парламенты, свои законы, свои устои, свои традиции, своя культура и так далее, к глобальному управлению, которая должна получить оплённые зубы для того, чтобы действовать так, как она считает нужным. И мы понимаем, что по сути, если коротко сказать, происходит возвращение в средние века, потому что с момента получения сметельной раны зверем при французской революции был сформирован по сути новый вектор или новый сдвиг организации управления этим миром и начала входить на первый план так называемая сила права. И мы слышали и знаем наверняка о том, что есть очень много заявлений и действий о правах человека, есть суды специальные даже европейские и не только европейские, общемировые по правам человека, то теперь фактически после подписания этих документов идет обратный процесс, где теперь становится сила права уходит в сторону, а становится права силы, то есть кто сильнее, тот и прав. То есть это четкий сигнал к тому, что права и свободы каждого жителя планеты будут попираемы. а мы как люди верующие знаем то, что мы ожидаем и то, что Библия сказала очень точно, очень прямо о том, что нас ожидает впереди, что все наши права и свободы будут попраны и не просто попраны, а вопрос будет стоять о жизни и смерти. Кому поклониться? Богу или мамоне? Богу или системе зверя? Друзья, и слава Богу, что это уже не просто планы какие-то, это не просто какие-то, знаете, отдельные детальки, но это реальные действия глобального характера, которые показывают сущность происходящего и о совокупности с организацией здоровья и другими процессами с пророчествами 18 главы Откровения мы видим, насколько это эффективный инструмент для достижения тех задач, которые стоят перед этой системой, потому что сегодня сатана, как мы говорили выше в 9 главе, сатане сегодня позволено выпустить своих помощников для того, чтобы они настроили так называемую глобальную сцену, потому что Весица Божия пишет, что мир – это театр, и для того, чтобы было последнее представление, последнее действие, когда она получит неограниченную власть, мы знаем, что это время начнется с принятием национального декрета в Штатах, то для того, чтобы это свершилось, необходимо настроить сцену, убрать старые атрибуты, старый мир и порядок, старые процессы и выстроить новые процессы для того, чтобы это быстро пошло по тому сценарию, который он запланировал, чтобы проявить окончательно перед всей Вселенной, перед Небожителями, перед этим миром и перед Господом свой истинный характер, показать свои цели и задачи наяву. Следующее событие, которое нас интересует в исследованной теме, это 2 октября 2024 года. Это день, когда в Израиле отмечается праздник труп под названием Роша Хашана, или по-другому, это еще Новый год у них. Вы знаете, нас интересует не просто этот праздник в данный момент, но и то, что произошло накануне и в самый праздник в срезе нашей темы. Потому что мы понимаем, что трубы это не просто обычный праздник, а трубы предвещают какой-то определенный процесс или определенные события, и поэтому именно в этот день произошли, на мой взгляд, очень важных два момента. Первое. Накануне этого события произошел массированный удар Ирана по территории Израиля баллистическим ракетам, где выпущено было до 500 баллистических ракет. То есть это показывает о том, что ситуация в сфере войны будет только идти путем эскалации и идти путем нарастания. Но Иисус предупредил нас, чтобы мы не переживали по этому поводу, потому что это начало болезней всех этих процессов. Но, на мой взгляд, более важный момент, который затронет каждого из нас, мы понимаем, что главный инструмент для того, чтобы внедрить воскресный закон, это будет экономический рычаг «не купить, не продать», кроме тех, кто имеет это начертание. Так вот, для того, чтобы это сделать, реализовать этот механизм, уже на протяжении целого ряда лет ведутся активные разработки и обкатка так называемых цифровых валют. И сейчас идет мощный процесс по обтачиванию и унификации в мировом масштабе всех этих процессов. Так вот, для того, чтобы внедрить цифровые, так называемые, деньги, внедрить эту экономику, необходимо устранить старую систему, которая работает по понятным алгоритмам, принципам. Так вот, на фоне этого именно второго числа в Америке с символическим названием Bank of America, это второй банк Америки по увеличению с капитализацией почти 3 триллиона долларов, происходит масштабный сбой, где очень многие клиенты либо не имели доступа вообще к своим аккаунтам в банке, либо при входе в этот банк они видели там обнуленный счет. Да, банк заявил о том, что все довольно-таки быстро устранено, но это очень носит символический характер, именно предупреждающий характер о том, что может произойти в ближайшее будущее. Поэтому мы должны понимать, что цель этой системы лишить нас всех возможностей для того, чтобы без того, что они предложат, не иметь доступа ни к каким жизненно важным, необходимым вещам и потребностям. Друзья, двигаясь дальше, еще одно очень интересное событие нас ожидает буквально впереди, когда на ближайшее от нас, где мы сегодня находимся, воскресенье, 20 число октября, назначено Всемирное миссионерское воскресенье, которое было назначено папским миссионерским обществом, которое является официальным миссионерским подразделением католической церкви. И интересный заголовок или название этого мероприятия, которое, по сути, имеет определенную схожесть или корни определенные от Ивангелия Матфея 28 главы, но название интересное «Иди и пригласи всех на банкет». И мы понимаем, что это за банкет, и мы понимаем, кто будет на этом банкете управляющий и как это будет работать. Никогда такого не было, чтобы так открыто и так публично и на весь мир приглашались люди совершить то, что они делают. И, безусловно, важнейшее событие этого года, 24-го, насыщенного на многие события, особенно связанные с воскресным законом, пройдет 5 ноября в Америке, где состоятся президентские выборы. Сегодня мы знаем, что со стороны демократов был заменен кандидат. Вместо Джозефа Байдена на выборы идет Камала Харрис, его вице-президент. И мы не будем долго на этом останавливаться, но те детали, которые там видны, они отчетливо показывают весь вектор. Знаете, я верю в то, что придет именно Трамп, причем они заявили о том, что независимо от исходов выборов, будут они демократичные или будут опять подтасованные, то есть они готовы прийти к власти любым путем, либо мирным, либо кровавым. Для этого все подготовлено, и чуть ниже, когда мы будем рассматривать саму личность и действия, реальные детали, которые показывают нам оттенки самого Трампа, почему именно он будет тем человеком, который фактически будет катализатором или исполнителем этих задач, которые стоят сейчас перед системой зверя, или системой двух зверей, можно сказать. И, вне всякого сомнения, после этих выборов, вначале в Америке, а потом по всему миру, начнутся очень важные, очень торжественные события, которые будут быстро сменять одно за другим. И, наконец, следующий важный аспект в нашем исследовании панорамы 2024 года, который связан с воскресным законом, это мероприятие, которое произойдет с 11 по 22 ноября 2024 года, недалеко от нас, в соседнем государстве, это Азербайджан, в столице Баку, пройдет встреча КОП-29. КОП – это встреча ООН, которая посвящена изменению климата. 29 это уже по счету 29 встреча, то есть эти процессы идут уже очень давно, они не вчера начались, и следя ежегодно за этими мероприятиями, очень интересные тенденции вырисовываются, но чем отлично эта встреча, именно которая пройдет в Баку, в том, что, во-первых, помни о том, что воскресный закон завуалирован под вопросы климата, и на этой встрече будет сделан акцент на снижение выбросов СО2, как на прошлых встречах, в двух ключевых отраслях. Первое, это сельское хозяйство, это вопрос нашего продовольствия, и второе, строительство, вопрос там, где мы живем, то есть это фактически вопрос коммунальной сферы. И эта встреча, по заявлениям организаторов, станет отправной точкой для более быстрой реализации намеченных целей и поставленных задач. То есть, это уже не просто встреча, где обсуждаются планы, какие-то предложения вносятся и так далее, а это встреча, на которой будет решаться главный вопрос, вопрос реального финансирования, главных фекторов этой уже сформированной, подготовленной и обкатанной повестки дня. Интересно, крупнейший медиахолдинг в мировом масштабе организация Bloomberg, знаете, очень кратко, лаконично сформулировала суть этого саммита, где написано КОП-29, это все о деньгах, готовьтесь к боям. Поэтому, слава Богу, что Господь нам открыто и четко показывает, что происходит, куда мы движемся и как это будет работать. Еще один интересный вопрос и важный для каждого из нас был озвучен в преддверии саммита КОП-29 на Всемирном экономическом форуме. Кто не знает, это площадка, где встречаются мировые лидеры самого высокого уровня и мировые бизнес-элиты тоже самого высокого уровня, где, по сути, Рим напрямую через эту площадку влияет на умы тех, кто принимает решения в мировом масштабе. Так вот, руководители этого учреждения или этой организации, имеющие глобальный масштаб, потребовал от властей и правительств разных стран ввести запреты для представителей широкой общественности выращивать собственные продукты питания у себя дома, чтобы соответствовать избранному глобальному курсу по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. По его мнению, это один из ключевых факторов, который сегодня загрязняет нашу атмосферу. Конечно, это ложь, это полное непонимание, что происходит, это глобальный обман, но тем не менее, мы видим, что как на повестке КОП-29 будет сделан акцент именно на двух вещах, на сельском хозяйстве и на строительстве. То есть, это то, что мы употребляем и то, где мы живем. И эти два мощных инструмента будут очень сильно задействованы в ближайшем будущем. При этом, эта же организация на мировом уровне уже не первый год открыто предупреждает о многочисленных продовольственных кризисах. И простой факт, что если посмотреть на отчеты о глобальных рисках Всемирного экономического форума, то мы увидим, что в этом докладе за 22-й год упоминается всего лишь 7 раз термин продовольствия, то в отчете уже за 23-й год мы видим, упоминается там 116 раз. Мы видим, насколько идет рост по экспоненте этих процессов, вопросов, которые поднимаются, готовятся и настраиваются. Поэтому именно на КОП-29 будет дан старт, всем этим процессам будет дано мощное финансирование, чтобы процесс пошел дальше для ее уже практической реализации. И это является одним из сегментов, очень важно, которое призван, чтобы люди были зависимы от системы, но не могли сами себе обеспечить достойный уровень жизни. Также, если мы посмотрим на официальном сайте Организации Объединенных Наций, информацию по поводу этого мероприятия КОП-29, который является инструментарием для внедрения этой повестки в Алдатаси, и мы помним с вами о том, что именно в июне месяце, с 13 по 15 июня, на встрече Большой Семерки в Италии, Папа Франциск потребовал немедленного внедрения повестки в Алдатаси. Здесь мы видим, что официальная информация с официального сайта ООН говорит о том, что эта встреча, 29-я встреча КОП-29, которая пройдет в Азербайджане, является ключевой возможностью для ускорения действий по борьбе с климатическим кризисом. Обратите внимание, что это действительно тот катализатор, тот ускоритель, который приведет те действия, которые на протяжении 9 лет подготавливались, формировались, обтачивались, складывались, притирались, чтобы быть запущенными. Дальше, то, что по черту на слайде мы смотрим, основное внимание на КОП-29 будет уделено финансам, поскольку странам необходимы триллионы долларов для радикального, именно радикального сокращения выбросов парниковых газов и защиты жизни и средств. то есть интересный момент, что здесь по сути красивые фразы, красивые слова, но радикальное сокращение это остановка всей экономики, текущей, которую мы знаем. Отказ от ископаемого топлива и прочие моменты. То есть мы сейчас не будем углубляться глубоко, кому интересно, может отдельно все это изучить. Там все понятно, предельно понятно, все как это работает. И главная цель, друзья, мы должны понимать, что одна из главных целей, чтобы люди пришли к состоянию поклонения, мы видим в 13 главе Откровения, 16 текстов, мы видим, что там будет только два класса богатые и нищие, свободные и рабы, великие и малые. Поэтому, чтобы это сделать, нужно остановить экономику и сократить все то, что происходит сегодня. Поэтому здесь написано, что выделяются колоссальные суммы денежных средств для радикального сокращения выбросов парниковых газов. Конечно, они не напишут это по-другому, но мы понимаем, что под этими фразами, если действительно, как я уже выше сказал, посмотреть на всю концепцию, всю риторику, все реальные действия, что они делают, это отчетливо видно, как идет механизм внедрения этой повестки. Итак, конференция также станет ключевым моментом для стран, чтобы предоставить свои обновленные национальные планы действий по борьбе с изменением климата в рамках того самого Парижского соглашения, которое должны были быть представлены к началу 25-го года. А Парижское соглашение, мы помним, что оно было заключено после опубликования Франциском своей энциклики Владата Си в сентябре 2015-го года на Генассамблее ООН. И оно проходило в декабре 2015-го года, где все страны взяли на себя обязательства по снижению выбросов так называемого углекислого газа, СО2. Здесь написано, что эта конференция станет ключевой для того, чтобы представить странам свои обновленные планы и действия, уже реальные действия, которые они должны представить до начала следующего года, 2025-го. Поэтому, друзья, дорогие, здесь это уже не какие-то истории, не какие-то еще, знаете, какие-то полупланы или какие-то шлифовки, здесь реально требование уже начать действовать и выделять финансирование, чтобы пошел процесс для того, чтобы это быстро было запущено. Итак, дорогие друзья, мы с вами довольно-таки кратко, очень избирательно прошли по основным событиям этого уже завершающего 2024-го года, и мы затронули те аспекты, те моменты, которые для нас важны в понимании, насколько близко мы подошли или не близко подошли, кто как видит, кто как исследует к тем событиям, которые будут ключевыми для нас, как для Адвентистов 7-го дня, и не только для нас, верующих людей, но и для людей этого мира. Потому что мы живем на одной планете и события, которые будут происходить, они будут иметь равное влияние по своей силе на всех живущих в этом мире. В следующей части мы с вами рассмотрим палатки первого зверя, мы с вами сравним стратегии этого зверя и сравним личность Дональда Трампа, а также постараемся максимально кратко, насколько это получится, потому что очень много информации. Мы посмотрим на те детали, которые в его жизни, в его биографии, в его правлении, в его будущем правлении точно отражают сущность действия первого зверя. И мы в конце посмотрим на главный вопрос, который нас сегодня интересует, чтобы понять, насколько мы близко подошли или нет. Позволит ли Господь еще каким-то событием прийти в наш мир, прежде чем будет принят воскресный закон? Поэтому, друзья, дорогие, будем молиться, будем поститься, если нужно, чтобы наш разум был открыт и ясен, для того, чтобы мы могли ясно видеть, четко понимать, то, в какой точке истории мы находимся сегодня. И самое главное, друзья, мы должны не просто понять, где мы находимся, а увидеть себя в истинном свете Слова Божьего, взирая на Христа, сравнить, отражаем ли мы тот образ, тот его прекрасный характер, который сегодня мы должны уже по сути иметь. И чтобы эти исследования, друзья, дорогие, привели нас только к одному, к тому, чтобы мы могли понять, насколько много нам еще работы предстоит совершить, и сколько мало нам осталось времени, чтобы мы с большим сердцем, с большим рвением, проснувшись, могли воскреснуть от этой литургической спячки и прийти к нашему Господу, чтобы Он мог совершить то, что Он давно жаждет совершить среди народа своего. Пусть Бог каждого благословит. До встречи в новой части. С Богом!